Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами будет влог, надо смыть макияж, мы будем оформлять бровки. Я решила сделать долговременную укладку бровей, или как проще говорят, ламинацию бровей. Сначала хотела и ресницы бровей, но потом подумала, что реснички я лучше наращу. В общем, что касается Раокутана и моего микроблейдинга, я вам уже рассказывала на мукбанке, но скажу еще раз, кто вдруг не видел мукбанк, буду повторяться как попугай. В общем, я хотела сделать микроблейдинг, точнее перманентный макияж методом растушевки, но потом, когда я записалась в очередной раз на эту процедуру, у меня спросили, пила ли я какие-то препараты сильнодействующие, и я сказала, что да. Я пила 3 месяца назад Раокутан, закончила курс, и мне сказали, что минимум полгода он выводится из организма, поэтому сейчас делать эту процедуру мы вам не советуем. Хорошо, что они уточнили этот момент, и поэтому я решила пойти сделать долговременную укладку бровей. Если мне понравится, уже на дальнейшем буду постоянно делать эту процедуру. Это мой котик, не обращайте внимания. Я сегодня должна была поехать на Гианчелик, но, к сожалению, у меня не получилось. Почему-то закрыли одну дорогу или там пробка, и в общем, такси мне показывает огромный просто круг делать. Можно хотя и на метро поехать, но просто я не успеваю. Мне сказали, что у них здесь, видимо, тоже есть какой-то филиал, и здесь поблизости я тоже могу сделать эту же процедуру. Но почему нет? Экономим время. Сняли мы занавесочки. Сегодня будем мыть окно, это обязательно. Но это я сделаю после того, как приеду. Сейчас мне надо бежать. Я уже нарядилась, с минуты на минуты выхожу из дома. Сделала, правда, макияж и брови тоже не стерла. Я думаю, что там будет возможность все это убрать. Платье надела. То самое платье, в котором я была на оформлении своей квартиры. Мне оно очень нравится. Сумочку подходящую, такую романтичную. И бегу. Тут недалеко от меня идти буквально минут 15. Так что я не опаздываю. Хотя на улице ветерок. Надеюсь, что платье не будет подниматься хотя бы. После бровей у меня есть кое-какие дела, которые я, наверное, снимать не буду. Вернусь домой и начнем мыть окно. Сначала мы стираем мои бровки. Ну что, как вам, мои залысины? Все отлично, не преувеличивайте. Кстати, залысин нет. Вы знаете, они не растут. Вот что я только не делала. Все равно они не растут. В смысле, не растут? Где вы хотите, чтобы они росли? Ну вообще, я хочу, чтобы они погуще были. Так они у вас раньше там росли или нет? Нет, они мне никогда не растут. А, ну так и что вы хотите? Ну, луковицы. Может, можно пересадить с ног? Ну это да, возможно. Хотя многие, кто пересаживал, у меня есть знакомые. Они говорят, что они все поупадали опять. То есть, не растут. Мне что-то нанесли. У меня такой нос большой, кажется. Да, когда так лежат, не очень хороший ракурс получается. Кстати, до не засняли, да, но ничего. Ну что? Закончили. Еще один состав, да? Еще один состав, да. Будем наносить. Суры состоятся в 4 часа. Класс. Ну так, девчонки, посмотрите, какая я красотка. Прям поменялась, да, в лице? Мне кажется. Зачесанный верх брови. Я вам ссылочку оставлю внизу на инстаграм. Вот, пожалуйста, мой мастер. Я оставляю вам ссылочку. Обязательно переходите, делайте себе тоже такие бровки. Ламинация ресниц. Кому надо на ламинацию ресниц, бровей. Я просто не стала ламинацию ресниц делать. Я такая накрашена. Здесь обстановка тоже очень-очень уютная. Есть еще одно место. И здесь вроде как делают педикюр. Вообще салон большой. Я здесь была. Это Two Sisters. Я вам уже показывала этот салон. Я здесь делала реснички. Ссылку на салон я вам тоже оставлю. У меня такой прикид сегодня. Несмотря на то, что на улице очень ветрено, это не мешает мне надевать платьишки. Кстати, я не знала. Я уже должна была уходить. Но хорошо, что меня предупредили. Смотрите, что я здесь нашла. В общем, у них проводится лотерея. Если вы делаете процедуру от 60 монат, есть беспроекрашная лотерея. Вы выбираете любое, все что угодно. Здесь есть кое-что розовое. Я беру. И внутри есть какая-то процедура. Либо она бесплатная, либо это скидка. Посмотрим сейчас, что у меня тут будет. Сейчас прям при вас. Абсолютно честно открываем. Наращивание ресниц. Я, кстати, собиралась на наращивание. Все. Все, договорились. Ну все, мои хорошие, я иду домой. Этот салон находится очень близко к моему дому. И это безумно удобно. Очень хороший коллектив, руководство. Прям супер. Все на высшем уровне. Вы знаете, что до этого на наращивание ресниц тоже я ходила именно сюда. Точнее, у них был филиал. Немножко поближе к метро было это место. Но здесь тоже мне все равно близко. Прям, знаете, душевно отдохнула. Как будто к подружкам зашла. Вот ей богу. И бровки мне нравятся. Стали как будто гущи в три раза. К сожалению, до не удалось заснять. Вернее, я просто забыла. Это у нас уже эффект после. Мне вроде как пока что мочить нельзя. Я первый раз делаю эту процедуру, поэтому не очень в курсах. Надеюсь, что это будет держаться. Если это долго продержится, то мне кажется, даже никакой перманентный макияж не нужен. Так тоже очень круто смотрится. Ну что, тюль стала просто белоснежная. Мы помыли окно. Правда, этот процесс я вам не засняла. И повесили тюль. И уже все намного свежее и красивее. После того, как закончила все дела дома, решила немножко порисовать. И вы знаете, это, наверное, самый худший рисунок, который у меня получился за всю историю моего скетчбука. Конечно, изначально я делала наброски карандашом. Но вдруг меня осенило, что почему бы не сделать импровизацию и сразу начать рисовать гелевой ручкой. Это была, естественно, плохая идея. Но это я поняла не сразу. Начала вырисовывать это все, стараться делать. И в конце я поняла, что до конца дорисовывать я не буду. Мне не нравится. Представляете, ни один лист еще из этого скетчбука не был вырван. И все это из-за того, что не было набросков. Я вот читаю, если вы тоже рисуете в скетчбуке, очень важным моментом являются именно наброски. Не жалейте время. Лучше нарисовать, что-то стереть. Потом еще раз, нежели просто так пустую потраченное время. Если честно, изначально я не хотела вам показывать этот момент, что у меня что-то не получилось и так далее. Но потом я подумала, что здесь такого. Вы тоже можете что-то нарисовать и у вас тоже может не получиться. В общем, вот такая вот красавица девочка у меня получилась, которая у меня изначально зародилась в голове. В руках у нее шарики. Шарики разных цветов. Я, если честно, изначально хотела на каждом шарике написать отдельное свое желание. Это было бы очень символично. Но, к сожалению, уже когда я разукрашивала все это дело, я поняла, что получилась какая-то ерунда. Как-то, знаете, все неинтересно, что ли. Поэтому как бы передумала немножко. Но ничего. Я думаю, что лучше будет даже оставить это в таком состоянии. Но уже в следующий раз делать наброски, уже думать, прежде чем что-то рисовать. Конечно, хорошо, когда идеи зарождаются у тебя в голове. Но лучше изначально это все нарисовать карандашом. Потом уже обводить гелевой ручкой. Смеряю края. Я хочу сделать такой интересный уголочек. Опять же, здесь прохожу сначала карандашом. Потом все это фломастерами обвожу. Должно получиться ярко, красиво, радужно. Кстати, помните, я вам говорила, что в августе я поеду в деревню. Я готовлю для вас материалы. Многие в комментариях спрашивают, почему Айка так мало видео. А все потому, что я готовлю для вас материалы на август. И очень много рисунков в скетчбуке, которые будут выходить именно в августе, когда я буду отдыхать, а вы будете наслаждаться моими новыми видео. В общем, типа такая, знаете, программа, как в телевидении. Я себя чувствую ведущей какого-то канала. Слушайте, даже не ведущей, а режиссером тут. Здесь у меня плохо рисовала ручка, но, в общем, получилось так себе. Вообще, весь этот рисунок какой-то, ну, не очень на самом деле. Вот, мне не по душе. И меня раздражают такие рисунки. Обычно я их всегда вырываю из своего скетчбука. Когда меня что-то не устраивает, я не могу, чтобы это сильно мне глаза мозолило. Каждый рисунок должен приносить мне такой кайф. Я, например, смотрю и думаю, вау, как круто я нарисовала, как я это сделала. А вот, а когда не нравится, ты не получаешь эстетического удовольствия и не хочешь продолжать заниматься этим же. Ну, ничего страшного, думаю я. Оставлю это так же, как и есть. А свою идею с желаниями воплощу в другом рисунке, который будет в ближайшее время. Хотя нет, он будет, наверное, скорее уже тогда, когда я буду в деревне. И эти видео потихоньку, может быть, каждый день один ролик будут выходить. Я очень надеюсь, что вы будете смотреть, не будете забывать ставить лайки, подписываться. Также огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Здесь я его даже не дорисовываю, потому что мне не хватает терпения делать то, что мне не нравится. Я это делать абсолютно не люблю, поэтому на этом предлагаю закончить. Я знаю, что очень много людей смотрят меня без подписки. Если ты все равно досматриваешь мои видео до конца, раз слышишь мою эту речь, я предлагаю тебе нажать кнопку подписаться и не забывай ставить лайки. Всем желаю приятного дня, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok